Мы продолжаем в какой-то мере романскую тему, затронутую Николаем Александровичем, Юрий Иванович Перпунов, «Медоязык французской лингвистики» в спете «Теории лингвистической энергетики» Биатрустов. Готовясь к этой юбилеуме чтения, я долго размышлял над темой своего доклада, и совершенно было понятно, что я должен был говорить о лингвистической синергетике, поскольку именно эта последняя заметная книга Раймонда Георгиевича Пиатровского, она, конечно, оставила заметный след в работах его учеников, и большое влияние оказала на последние исследования, которые проводились в группе Света Стекаревича под руководством Раймонда Георгиевича Пиатровского. И, опять-таки, говоря о лингвистической синергетике, Раймон Георгиевич постоянно утверждал, что все те исследования, которые должны проходить, и проводятся, они должны потребляться фактами, доказателями какой-то экспериментальной технологии. Об этом довольно четко он пишет в своей книге, «Лингвистическая синергетика» и так далее, которая вышла в издательстве хилологического факультета Санкт-Петербургского университета в 2006 году. И так получилось, что мне довелось прочитать эту книгу еще в рукописи, и я был первым лицензентом в этой книге. Поэтому, прочитав эту книгу, конечно, она запала мне, так сказать, в душу. И вот все последующие исследования, которые я проводил, в частности, я тогда завершал духовскую диссертацию к этому времени, я вот пытался как-то вот эти идеи притворить в своей работе. И, говоря о лингвистической синергетике, говоря о доказательной экспериментальной технологии, я невольно обратился к той технологии, которой еще занимался в период работы над кандидатской диссертацией, это тызаврусное моделирование, построение словарей тызаврусов, которые, на мой взгляд, позволяют нам выстроить определенную систему и ликвидировать тот хаос, который существует в некоторых областях, которые мы исследуем. Ну и в частности, область моих исследований – это, конечно, французская лингвистика. И когда я подумал о том, как навести порядок в области хотя бы французской грамматической терминологии, я снова обратился именно к терминологическому моделированию. Но прежде чем говорить об этом, я бы хотел напомнить о том состоянии, в котором находилась французская лингвистика, какой большой разброс мнений и диалектов, и идеалектов по этому поводу имелось в то время и сегодня в французской лингвистике. Например, совершенно особо стоит функциональная грамматика Мартине во французской лингвистике, теория психосистематики Гюстала Гийова, психологическое направление в грамматике французского языка Дамуретта и Пишона, которые мы изучали в период кандидатского минимума, семантический структурализм в трудах Бугенейна, Теньера, а семантический структурализм в грамматике Гюбуа и так далее, и так далее. И везде свой язык, мета-язык, своя особая специфическая лингвистическая терминология. И когда студенты или даже аспиранты начинают заниматься какой-то концепцией, пытаются ее исследовать, невольно возникают проблему и как бы не забудутся, не потонуть в этом потоке лингвистической терминологии. Наверное, что-то нужно делать. Вот по этому поводу очень хорошо в свое время высказался известный французский лингвист Жорж Мунен. Он является автором, создателем известного во Франции словаря лингвистики, или текстионерной лингвистики, который не раз переиздавался. Одно из последних изданий, четвертое, это 2004 год. И в предисловии Жорж Мунен указывает на проблемы, которые возникают в связи с большим количеством дублетов, вариантов у лингвистических терминов. Он критикует те работы, которые были в то время, так сказать, на слуху. В частности, он говорит о таких терминах, как маржиналь и субхосегменталь, которые, значит, используются наравне при характеристике интонации, но ни капли лингвисты не могут договориться, какой термин из этих двух является главным. Или вот термин «пельпирай», который является плохой калькой, по его мнению, с английского языка, тоже здесь появляется в этом контексте. Он указывает на такие дублеты, как «локутер», «одитер», затем «эбетер», «рэсептер», и, наконец, на пары «алпадер», «декодер», «дестинатер» и «дестинатер». В принципе, это все открытое, но сколько разных эти этикетов. Он упрекает бельвиниста в том, что он совершенно не имеет никаких оснований для введения термина «пертиналс», поскольку этот термин никем, кроме бельвиниста, не использовался. Это плохая калька с немецкого. Он упрекает бельвиниста за использование термина «тхайпертинал», значит, или термин «эрисен», опять-таки, тоже три единичные совершенные термины, которые никто ими не пользуется, кроме самого бельвиниста. Он указывает на такие примеры, как «синапси», в то время, когда рядом с ними за этим термином существуют и другие подобные, в общем, полный хаос и беспорядок. Вот она, старая Болгенович, призывала к наведению порядка, а затем образа, да. И вот этот порядок, наверное, можно было бы навести, по моему взгляду, с помощью вот тезаурусного моделирования. В свое время, когда я изучал семантику грамматической терминологии, французской лингвистики, я выявил где-то шесть типов вариантов. Вот несколько примеров. Дилем пишется с «h» и без «h». В принципе, это двучленное высказывание. Это орфографическая вариантность. Другой пример. Протез пишется с «s» и без «s». Протез. Зачем это нужно? Да, протеза. Ну и где-то шесть типов я не буду вас утруждать французскими примерами. Просто это те примеры, которые свидетельствуют о том хаосе, где своя синергетика, и нужно в этом навести порядок. Ну, что было сделано, скажем, у нас на кафере теории и практики перевода, как и Дея Петровского, воплощались с этой целью, когда мы задумались на текущем порядке логистической терминологии, на материале французской логистики. В первую очередь был создан Тезаурус французской грамматической терминологии, французско-русский. Он вышел в 2003 году в издательстве ТГУ. Затем мы продолжили эту работу в ряде публикаций, отдельные статьи по упорядочению и систематизации терминологии французской фонетики и фонологии. И сейчас мы занимаемся доведением порядка в области французской лексикологии. Это один из этапов. И параллельно мы решили также обратить внимание на лингвистическую терминологию, на материально-английского языка. Ну так получается, что в настоящее время очень мало выпускников французского отделения, и нам приходится работать и с английским языком. И здесь мы открыли на кафедре аспиратуры по теории языка, и за последние несколько лет нам удалось провести ряд исследований английской лингвистической терминологии. Мы были защищены несколько диссертаций. Одна из первых. Эта диссертация, как ни странно, по специальности 13.008. Теория и методика профессионального образования. Формирование профессиональной компетенции у студентов-будущих переводчиков с использованием обучающего тезауруса. Имеется в виду тезаурус по переводу в видео, англо-русски. Это работа Матвеевой. Затем мы обратились к когнитивной лингвистики, на материале английского языка. И в 2013 году моя аспирантка Ведерникова защитила диссертацию на тему тезаурусное моделирование английской терминологии когнитивной лингвистики. И вот последняя работа Жучковой. Тезаурусное моделирование англоязычной лингвистической терминологии предметной области лингвистика текста. И мы публикуем наши тезаурусы в виде таких дисков, которые регистрируются в Москве. Телефорный регистр. Англо-русский тезаурус по лингвистике текста. То есть мы, доведя порядок определенной лингвистической терминологии тех или иных направлений, мы сейчас задумались над новым компетентностным подходом в области высшего образования. Вы все знаете последний стандарт 2010 года, который постоянно меняется. И при подготовке лингвистов-переводчиков, лингвистов-преподавателей, мы используем доказательно, основательно, на базе построенных тезаурусов, вот такие методические разработки, учебно-методические комплексы, где ведущую роль отводят тезаурусу при формировании лингвистической или лингвотеоретической компетентности будущего специалистов-переводчика или преподавателя. Ну а если речь идет о переводчиках узких, отрасновых, технический переводчиках узких, здесь нужны другие тезаурусы. Это тезаурусы отраслевые, ну у нас в городе Таняти, конечно, на первом месте стоит автомобиль, мы серьезно занимаемся тематикой автомобиля, автомобилистроения, изучаем эту предметную образ, отраслевую терминологию и строим тезаурусы. Один из них как раз на французском материале, это учебно-методический комплекс, который построила моя дочь под моим руководством Ольга Юрьевна Горбунова, обучающий французско-русский автомобильный тезаурус. И он работает одновременно со специальным учебником французский язык, технический перевод, это два сообщающихся сосуда, которые мы предлагаем студентам в пятом семестре по практике перевода и пытаемся сформировать у них тезаурус, автомобильный тезаурус на базе вот этого обучающего тезауруса. Вот так студенты знакомятся с технической терминологией, с автомобильной терминологией. Я думаю, что тезаурусное моделирование можно использовать и в других отраслях, это может быть деловой французский язык, это может быть общественно-политический перевод, кстати, это второй этап нашей научной деятельности, научно-технической. Уже есть учебник по общественно-политическому переводу, и к нему сейчас строится тезаурус. Надеюсь, что Альфа Ферии ответит на нашу заявку, где мы предлагаем методику разработки одного общественно-политического франка русского тезауруса. Кроме того, еще есть адрозаявка Альфа Ферии, мы ждем ответа, где мы предлагаем построить полиязычный тезаурус, английский, французский, русский язык по автомобильной стране, в соответствии с региональным компонентом. Вот так реализуются идеи синергетики и синеготики на мутинге. Лингвистической терминологии и отраслевой терминологии, технической на кафедре теории практик перевода «Ты глуп». Это наш вклад на следствие Петровского.